Погода минус 9 на термометрах. Без вопросов. С Александром Прохановым. 20 часов 4 минуты, московское время. Александр Андреевич здесь, в студии. Как всегда, по понедельникам. Доброго вечера. Вот я говорю, я здесь, подтверждают. У микрофона Сергей Королёв. Всем ещё раз доброго вечера. Ваши вопросы Александру Проханову. В течение всего эфира плюс 7, 9, 2, 5, 101, 107, 0. СМС-портал чуть позже. Телефонные звонки будем принимать на этот номер. Русновости.ру наш сайт. Специальная кнопка, там её найдёте. Смотрите, давайте с тех новостей, которые сейчас приходят с пометкой «Срочно». А вот Минобороны Донецкой Народной Республики. Дебальцевский котёл замкнут. Значит, мирные жители могут беспрепятственно покинуть Дебальцево. Там последние сводки оттуда идут, что всё победа, говорят ополченцы. У меня вопрос не о них, потому что давно говорили, что фактически уже победа одержанная и кольцо замкнулось. Вопрос другой. Значит ли победа в Дебальцево, что очередной раунд переговоров в так называемом нормандском формате состоится? Он в любом случае состоится или состоялся бы. Но очень важно, с каких позиций эти переговоры будут вести с Киевом и с каких позиций с новороссийцами. Вот тот первый контакт в Минске, который, увы, кончился неудачей, кончился ничем, но, тем не менее, Киев был подвигнут приехать в Минск, он проходил на фоне стремительного наступления ополченцев. Этот успех усилил их позиции на переговорах. Потом это наступление остановилось, когда начались переговоры. И эта военная акция, она была как бы вспомогательной. И смысл той военной акции был не во взятии Мариуполя, хотя все мы мечтали о том, чтобы это произошло, а в том, чтобы позиция новороссийцев при переговорах была сильной, плотной, с позиции силы. И сегодняшнее вот известие, сегодняшний процесс на Украине, он важен, конечно, наверное, он важен и стратегически. Наверное, он важен в том отношении, что отбрасывается тяжелая артиллерия, уничтожаются позиции вот этих вот беспощадных гаубиц и установок залпового огня. Но поскольку переговоры будут послезавтра, очень важно, с каких позиций придут туда люди. Вот смотрите, если действительно дебальцевский котел замкнут, я очень хочу верить в это сообщение, то, что разнотолки идут, самые разные. Это котел замкнули, казалось бы, там, 10 дней назад, а не замкнули, а туда проходили украинцы, а корреспонденты нашей вот пятой колонны, которая работает у нас в России, ездит в Киев, и освещает военные действия страны Украины, они там проникали сквозь этот коридор. Но если это так, то это действительно большая политическая, не говоря уже о стратегической поведе. И второй фактор, очень важный переговоров, это провал мобилизации. Порошенковской. Да, разговор о том, что почти миллион новобранцев удрали из Украины, в том числе и из западных областей, это тоже очень сильный политический фактор. И поэтому украинская страна вступает на эти переговоры ослабленной. Обама еще не успевает прислать очередные порты туда вот латентного оружия. Тогда бы это была сильная фигура, сильная позиция. Но пока что наши братья новороссийские, дай бог, чтобы они сильно взяли в кольцо эту дебальцевскую группировку фон Паулиса. И дай бог, чтобы вот эта мобилизация, когда они наскребают по счету новобранцев, чтобы она действительно провалилась. Александр Андреевич, помогите мне разобраться, я вот никак не могу понять переговоры, кого и с кем идут. Вот эти челночные, значит, челночная дипломатия, как сейчас уже называют. Сначала едет Меркель и Оланд в Киев, потом Меркель и Оланд едут в Москву, теперь Меркель в Вашингтоне с Обамой. А действующие лица-то кто? Кому надо садиться за стол переговоров и решать все вопросы по существу? Вот это противное политологическое слово «игроки», я его ненавижу. Тем не менее, оно вошло в обиход политологический. И там, сегодня на Украине, много, нет, не буду говорить «игроки», много заинтересованных сторон. Очень много заинтересованных сторон. Даже больше, чем мы себе предполагаем. Ну, совершенно очевидно, что такими заинтересованными сторонами являются ополченцы, является Донбасс. Хотя и он тоже не совсем един. Есть Луганский Донбасс, и есть Донбасс Донецкий. Это две разные силы, две разные армии, с разными потенциалами, с разными лидерами, с разными концепциями будущего Новороссийска. Раз. Конечно, второй переговорщик – это Киев, это Порошенко со всей вот Камарилией своей. Это очевидно. Но ведь переговорщиком является Евросоюз, который стоит за Киевом. А что, Евросоюз уже не един. Есть Евросоюз Германии и Франции, а есть Евросоюз Венгрии и Греции, которые очень сдержанно относятся под какой-то экспансией Запада на Украину. Конечно, переговорщиком являются и Штаты, одним из главных переговорщиков. И уж куда деться без нашего брата? Без нас с вами, Сереж. Без Москвы, без России. И Россия стоит. Значит, по крайней мере, из числа перечисленных мной, там, ну, переговорщиков десять. Десять заинтересованных сторон. Причем у каждого есть свой вектор интересов. Есть свой вектор интересов. Этот вектор направлен в определенную сторону, он не совпадает с другими векторами. И силы этого вектора различны. Поэтому эти переговоры очень сложные. Ну, я думаю, что остановить орудийные залпы можно. Ну, хоть на какое-то время. Ну, это уже, мы это видели. Мы это уже видели. Так относительно, конечно. Относительно, это можно. Но смысл этих переговоров не в прекращении убийств, как многие говорят. Что, да, жалко людей, да, жалко детей, что перестали убивать. В такой гуманитарный аспект. Ведь если это только это, то этим переговорам, в общем, грош цена. Потому что артиллерия начнет работать через, там, пять, не знаю, дней или пять недель. В недрах этих переговоров гуманитарных должна лежать договоренность на десятилетия. И здесь мы должны обратиться вот к опыту Ялтинской конференции, которая только что прошла. Это же грандиозный опыт до конца. Еще неосмысленный. Ялтинскую конференцию очень быстро забыли. Ее забыли, знаете, когда? Ее забыли после 1953 года, когда прошла волна десталинизации Хрущевская. Началась в 1956 году. забыли Ялтинскую конференцию и роль Советского Союза и Сталина. Ну, подождите, разве политическая карта мира не тогда была скроена, по сути? Нет, она была скроена и скроена, как вы говорите. Скроена. Но анализ этой кройки и шитья, он был забыт и заброшен после 1956 года, после 20-го съезда партии. А ведь многое из того было очень скрытым, секретным. А потом ведь важное и великое видится на расстоянии. Сегодня с 21-го века события Победы смотрятся абсолютно иначе, грандиознее, светоноснее. Поэтому вот смотрите, что там произошло. Вот я, по моему размышлению, там, в Ялте, когда еще шли бои, там была открыта или достигнута поразительная формула геостратегического равновесия. Это была некая геометрия, когда все участники этого процесса, еще, видимо, на уровне министров иностранных дел, военных экспертов, они взвешивали, они взвешивали вот эту будущую разделенную Европу, исходя из территорий вот этого разделенного пространства, из промышленного потенциала этого пространства, из военного потенциала сторон советской и англо-американской, пути сообщения, количество аэродромов, возможность в этом мирном разделении нанести удар сокрушительной страшной силой. То есть, было огромное открытие, огромное гигантское открытие, которое сложилось вот в эту геостратегическую формулу. И, конечно, вот в этой формуле Сталин, Молотов играли ключевую роль, потому что, в общем-то, англо-саксы там получили из Гулькинос. Что они получили? Они получили свою зону влияния, они и раньше были на этой территории достаточно активными. Сталин отдал им Австрию, именно исходя из того, что это был расчет, была математика, были эти формулы. Зато в Европе Сталин получил вот эти гигантские пространства Восточной Европы. Сталин за счет этого реализовал одну потрясающую идею, потрясающую мечту, о которой он еще разговаривал с академиком Торле накануне войны. А академик Торле это историк. И они, он читал Сталину приватные лекции в Кремле. И они разрабатывали концепцию пан-славянского союза. И в недрах этого переговора Ялтынского был впервые в истории заключен пан-славянский союз. Все славяне, западные, центральные, восточные, их накрыл единый купол. Как этот опыт использовать сейчас? Вот у нас, правда, минута остается до новостей. Начнете, да. Повторяю, речь идет о сложнейшем геостратегическом мышлении. Тогда, кстати, эту форму было найти легче, потому что количество заинтересованных сторон было ограничено. Гитлер с его стихией фашистской был выброшен из переговоров. Оставались Англия и Штаты, чьи интересы во многом совпадали. СССР. Была биполярная схема. Сейчас это грандиозно сложный мир. Но приходится учитывать эти интересы и пускай сверхмощный компьютер все это балансирует и высчитывает эту формулу. Звучат разные предположения, непонятно, правда это или нет. Тирольский сценарий, Приднестровский сценарий, какой-то еще сценарий. Опять-таки узнаем, видимо, уже, когда эта встреча состоится, если это произойдет. Как? Все переговоры подобного рода неповторимы. Это аналогии лишь поверхностные и приблизительные. У нас сейчас краткий информационный выпуск, через две минуты продолжим. Из службы новостей. Итак, все эти сценарии, которые сейчас звучат, Сирольский, Приднестровский и так далее, все это, вы говорите, очень поверхностно и будет какой-то найден свой вариант. Какова вероятность, что вообще дело дойдет до сути на этих переговорах, а не ограничиться опять какими-то конкретными, там, я не знаю, декларациями о временном прекращении огня, об отводе тяжелого вооружения, об обмене пленными. То, что было в прошлый раз. Трудно сказать, я не пифий, конечно, но вот с этих пор ситуация изменилась, увеличились риски. Увеличились риски. Увеличились риски сами по себе и увеличилась возгонка информационно- идеологическая вокруг конфликта. И это, мне кажется, с одной стороны усложняет переговоры, с другой стороны будет стимулировать их успех. Потому что все же заговорили о возможности большой войны, все начали говорить о чуть ли не ядерном столкновении. В общем, начали брицать не только там саблями и автоматами, а стали брицать тяжелыми стратегическими вооружениями. И это должно, повторяя, насторожить лидеров северодержав. Хотя некоторые из них и создают это брицание. Давайте вернемся к советскому наследию. Сегодня, тем более, широко обсуждается эта тема с подачей Геннадия Зюганова. Он обратился к гражданам России бороться с критикой Советского Союза как с формой русофобии. Вот он ставит критику советского прошлого в один ряд с русофобией. И в качестве примера, говорит, вот среди антисоветчиков, которые ведут борьбу против России, телеведущий Николай Сванидзе. Крупнейшая государственная телекомпания развернула сегодня рекламу и начала показ исторического сериала, претендующего на документальную достоверность, пишет Зюганов. Злобная ненависть его автора, Николая Сванидзе, ко всему советскому и народному не оставляет надежд на объективность в оценке событий. Сам Сванидзе в ходе телевизионных дискуссий каждый раз оказывается проигравшей страной. Его поддерживает абсолютное меньшинство населения. И когда мнение псевдоисторика многократно отвергнуто обществом, нет никаких оснований навязывать его нашим соотечественникам, да еще за счет их же налогов возмущается Зюганов. Я разделяюсь именно на возмущение и изумление. Давайте либо мы будем праздновать победу, которая является неотъемлемым вершину советского проекта. Либо мы перечеркнем советский проект и зальем его гадостью, фекалиями, дрянью. И вместе с ним под этой фекалией и дрянью потопим победу. Приходится выбирать. Нельзя оскорблять и уничтожать советское, великое советское наследие и щадить победу. Это одно и то же. Это элементы одного огромного стратегического целого XX века. Поэтому вот это противоречие, оно ослабляет сегодняшнюю власть, оно ослабляет Кремль, оно ослабляет стремление нашего государства выстроить новую государственность. И вообще вот эта двойственность, это присутствие в нашей идеологии элементов 90-х годов, этого гельцинизма, этого либерализма, этого собчаковства, с одной стороны, а с другой стороны нарастание державных, традиционных представлений о величии и значении государства российского. Идет сватка за идеологию, сватка за смыслы. И эта сватка выносится на телевизионные краны. Поэтому наши государственные телеканалы, которые показывают Сванидзе, они не обезупречны. Александр Ильич, но справедливости ради нужно ответ Сванидзе тоже прочитать, если можно, это буквально две фразы. Значит, он сказал, что не будет отвечать на обвинение Зюганова в русофобии, пояснил, что у них разные точки зрения, и отметил, что в его понимании критика Сталина это проявление любви к советскому народу, тогда как для Зюганова критика Сталина это русофобия. Ну и некоторые любви к советскому народу по критику Сталина к любви к Гитлеру. Были такие либералы, которые считали, что их долг перед измученным, изнасилованным коммунистами советским народом восхалять Гитлера и желать, и сожалеть о том, что Гитлер не побил Сталина. Это и есть, не знаю, русофобия или это, наверное, это русофобия. Смотрите, но ведь Сванидзе не первый был Хрущев, насколько я понимаю. Так с этого начался крах Советского Союза. Крах Советского Союза начался с момента, когда стали истреблять константы советской эры. Вершиной этого периода была перестройка. Перестройки, победу морали, как только могли, Великую Отечественную войну и Сталина. Перестройка кончилась крахом Советского Союза, потому что у народа отняли положительный образ Родины, положительный образ своей истории. И народ поверил в это. И потом, будучи разгромленным, проведя 10 лет в таком духовном изгнании, русский народ, советский, российский народ стал медленно и мучительно возрождаться. И сегодня он выдавливает из себя этот Сванидзевский топор, который он нес в своей спине. Но выдавить его окончательно очень трудно. Поэтому, повторяю, у Сванидзе нет никакой перспективы стать духовным лидером страны, но вот налить в эту огненную красную чашу победы яда, отравить эти колодцы, он это делает блестяще. Поэтому наши центральные каналы государственные играются в победный год дурную службу. Тем более, что они же, эти каналы, я имею в виду российский канал, в последние дни преуспели формулировки довольно справедливых истин, касающихся Советского Союза, Сталина и даже Ленина. Вот как-то дуализм, который проявляется в нашей стране, вы говорите, на государственных каналах появляется... Этот дуализм очень опасен, потому что идет война. Но он ведь не только проявляется в отношении к Советскому Союзу. Вот свежее заявление Набиулиной по поводу экономики. Она говорит, курс рубля фиксировать не будем. Инфляция составит там сейчас 15%, но по итогам года уменьшится. Вслед за ней улюкает Минэкономразвитие. Уже говорит про 17% инфляции. Вслед за этим Минэкономразвитие признает, цены на некоторые продукты, например, на гречку, выросли в декабре более чем на треть. Есть закон, который призывает, точнее, не призывает, а обязывает государство вмешаться в том случае, если за месяц цена растет на конкретный продукт на треть. Но Минэкономразвитие тут же пишет, максимальные цены на продукты устанавливать не будем, потому что у нас рыночная экономика. Это как? Это скрытые формы антисталинизма и антисоветизма. Потому что Сталин и Победа это мобилизационный проект. Удалось в кратчайшее время создать оборону, создать армию, создать гвардию героев, которые бросались на доты, на амбразуры. Это удалось сделать Сталину. Удалось создать экономику Победы. И после Победы удалось создать экономику стремительного возрождения нашей Родины. Вот эта экономика, которая условно называется мобилизационной экономикой, она отвергается либералой, отвергается Высшей школой экономики Набиулиной, Кудрином, Медведевым. И в условиях вот этой либеральной прострации мы все время все больше и больше падаем вниз. Мы стремимся вниз. Удар будет страшной силой. А тогда наступит время мобилизационного проекта. Поэтому, конечно же, вот с этой трухлявой, дохлой стратегией выхода из кризиса, мы войдем из этого кризиса в другой, еще более страшный кризис. Только мобилизационный проект. Говорят, о, это ГУЛАГ, о, это пытки, о, это рвы бутовские. Брехня. Мобилизационный проект, это проект, который наносит страшный удар по ворам, по коррупционерам, по предателям, по компрадорской буржуазии, по этим супер-богачам, которые богатеют на кризисе, на дороговизне лекарств и продуктов на фоне обнищающего народа. Вот чем удар? Уже второе дело, да, вот второе дело за короткое время по статье госизмена. Сегодня священник русской православной церкви, до этого многодетная мама Давыдова. Это предвестники мобилизационного проекта? Нет, нет, это чепуха. А что это? Вот сейчас в Китае вынесен приговор, смертный приговор миллиардеру китайскому, вору, который занимался не просто хищением, он разлагал госкорпорации. Вот его расстреляли. Китай живет по словам мобилизационного проекта, поэтому он достиг таких вершин. У нас все воры на свободе, гульба, а еще у нас электрички отменяют в городах и селах. У нас отменяют электрички. Уже возвращают, Александр Ильич, уже возвращают. Возвращают, да? Да, вы знаете... А почему бы нам зря возвращают? Надо было отменить электрички, отменить пассажирские сообщения, отменить самолет, можно было отменить пассажиров, мне кажется. Можно было отменить народ, как это сделали после 91-го года. После 91-го года был отменен народ. Народ не считался... Понимаете, народ было не жалко. Либералы говорили, что пусть они подыхают во время шоковой терапии, но русские бабы нарожают еще больше, еще лучше. Русский народ, говорили, нерентабельный. Русский народ это то, чего не нужно жалеть. Его не удается перекодировать, он не поддается цивилизационным изменениям. Это нечто такое ужасное и непотребное. И это ужасно непотребное и продемонстрировало свою ужасность и непотребность, выстояв перед этой чудовищной атакой 91-го года, присоединив Крым к России. Вот в чем наша непотребность. Мы выстояли перед этим страшным, тотальным, парапсихологическим, эзотерическим, сатанинским ударом, в котором, кстати, участвовал господин Сванидзо. Александр Проханов в программе «Без вопросов». У нас сейчас небольшая пауза, впереди реклама и новости. Плюс семь, девять, два, пять, сто, один, сто, семь, и ноль. Пока присылайте ваши реплики и вопросы на СМС-портал. Будем на этот же номер принимать и телефон, и звонки, но чуть позже. И сайт русновости.ру, если в интернете, там найдете специальную кнопку, чтобы отправить вопросы в прямой эфир. Русская служба новостей. Мы делаем новости без вопросов. С Александром Прохановым. Александр Андреевич по-прежнему в студии Русской службы новостей, как всегда, по понедельникам. Ваши вопросы приходят плюс семь, девятьсот, двадцать, пять, сто, один, сто, семь, и ноль. Обязательно будем читать ваши сообщения, но чуть позже и через сайт русновости.ру, где есть специальная кнопка в правом верхнем углу. Вот мы говорили о победе, мы говорили о Сванидзе и о том, что сегодня Геннадий Зюганов сделал заявление. Удивился, как на Центральном канале выходят такие фильмы, которые снимает Николай Сванидзе. А я вспомню еще кампанию десталинизации, которая была объявлена в нашей стране да вот совсем недавно. Помните, комитет, или как он называется, комиссия СПЧ, Совет по правам человека при президенте активно продвигал эту кампанию. И вроде официально ее никто даже не завершал. Да, этот Федотов был и Караганов Сергей Александрович мечтали о новой волне десталинизации. Просто им мало было той волны десталинизации, которую провел Хрущев после 20-го съезда. 1 марта, смотрите, 1 марта 2011 года СПЧ разработал проект по десталинизации российской истории 20-го века. Федотов действительно один из авторов этого проекта. И в июле 2013-го совсем недавно значит, было сообщено, что по указу президента Владимира Путина Министерство культуры разрабатывает федеральную целевую программу по вековечению памяти жертв политических репрессий. Да, ну вот повторяю, десталинизация, первая волна была сделана Хрущевым, Сталина вынесли из Мавзолея и запретили чуть ли не упоминать его и Сталинград, Сталин называть Волгоградом. Однако, странным образом, Сталин уцелел, выдержал этот натиск Хрущева. Вторая страшная волна десталинизации была во время перестройки. Она велась опять силами государства Горбачевского. Но и здесь Сталин уцелел, он выдержал испытания. В 90-е годы это был триумф антисталинизма и антисоветизма. Но Сталин выдержал. Значит, необходима еще четвертая волна десталинизации. И эта волна провалилась. Потому что, по вопросам общественного мнения, Сталин опять вышел на первое место среди политических кумиров. Он стал героем русской истории. Это для либералов это загадочная вещь. То есть, повторяю, русский народ по-прежнему считает Сталина своим кумиром и своим гением. Но этому есть объяснение, даже не буду сейчас на это обратить внимание. Вы знаете, что говорили вот эти товарищи, которые авторы этой программы из Испечения? Говорят, что десталинизация это не значит антисоветизм. Это не значит, что... Я считаю, это не значит. Это не значит... Их, скажем, истребление символов победы тоже не значит антисоветизм. Этого они не говорили. А это я говорю. И уничтожение Советского Союза не значит антисоветизм. И уничтожение всего, что сделал Сталин, создание техносферы, космоса, победы, это не значит антисоветизм. Это все лукавство либеральное. Меня радует другое, что как раз наряду с демонстрацией этих хроник сванидзовских Государственный канал вчера устами блистательного Дмитрия Киселева сказал удивительные вещи. Он сказал, что хватит драпировать мавзолей этими материями во время парадов. Хватит стыдиться чего-то. Неужели сегодняшняя власть и государство такое робкое, слабое, двуличное, что он не может раскрыть мавзолей и представить всю Красную площадь как великую икону. Икону, которая собрана из символов всех наших побед, всех времен. Победа над Казанией, храм Василия Блаженного, соборы, которые сверкают своими главами за кремлевской стены, это усыпальница великих князей и царей, красный пантеон. Это все символ величия. Нет, вот этот фиговый лист, эти плавки надевают, чтобы не видеть этот мавзолей. Его нужно раскрыть. И я убежден, что в этом будет грандиозная сила. Я об этом сказал, Киселев. И я повторил это вчера во время Соловьевских программ. Вообще, ведь это же, это либералы хотят отделить победу от Советского. И хотят отделить победу от Сталина. Считают, что победу одержал народный дух, народный подъем. Он был грандиозным. Во-первых, этот народный дух и народный подъем ничего не значило бы без железной организации, военной организации, военной промышленности, этих заводов, которые ковали оружие победы. Он ничего не значило бы без гения Сталина. Потому что Ялтинская конференция это не дух народа. Это ум вождя, прозорливый, казуистический дух вождя. Поэтому, если мы хотим праздновать победу, мы не должны вычерпывать из нее Сталина, мы не должны исчерпывать из этой победы советскость, всю советскость, мы не должны говорить, что победа, не говорите, что победа это результат великого мобилизационного проекта кануна войны. Тогда победа засверкает, как икона, на которую мы сейчас будем не просто молиться, а прикладываясь к ней, мы опять будем строить наше государство. Без моб-проекта воры, жулики, мерзавцы, они сожрут нас окончательно. Кстати, мне говорили, что очень скоро Василия выйдет по амнистии, это будет триумф, я первый побегу благодарить ее за ее сонги, за ее тапочки, за ее песни, и это будет такое посмешище, это будет такая насмешка над всеми справедливостью. У вас инсайдерская, извините за слово, информация? Да, инсайдерская информация. Как хорошо сегодня сказано про Сванидзе, а то, как Карлыча услышу, во рту сохнет, ритузы увлажняются, слезы душат, 73-й. Блюз 7-9-2-5, 101-1-1-7-0. Победа Кутузова была намного лучезарнее, и миллионов жертв не было, пишет Ирина сейчас через сайт, через смс. А победа, кстати, Дмитрия Донскова была еще лучезарнее, чем Кутузова, а победа Кривичей над Вятичами была еще лучезарнее. Понимаете, победа Кутузова была великолепна, но если бы Кутузов проиграл, проиграл, Россия бы существовала, но большее количество людей разговаривало по-французски. А если бы выиграл Гитлер, вот эта мадам, эта девочка, она бы сейчас в лучшем случае говорила по-немецки и забыла русские глаза. А если в ней есть еврейская кровь, то ее пепел бы, наверное, просто был удобрением для немецких фермеров. Смотрите, есть еще такая точка зрения, Анатолий ее сформулировал, зачитываю без купюры, Александр Андреевич, когда начнут, наконец, говорить не о сталинизме, а о Ленине и его банде, которые уничтожили Россию и десятки миллионов в основном русских людей в 17-22-м годах. Об этом столько и говорят, например, на ленинской банде, которая уничтожила такое количество прекрасных людей. То есть великий государь-император, он создал Николай II, выиграл Вторую мировую, выиграл германскую войну, он выиграл японскую войну, он провел мощнейшую модернизацию, он был кумиром населения, его обожала церковь, обижала элита, и действительно вот ворвались эти чудовищные ленинцы, которые вырвали из руководителя императора процветающую Россию. Ленин пришел в момент, когда Россия рухнула. Россия рухнула под ударами масонского временного правительства. Революция февраля 17-го года положила конец империи, и посуществил это было начало казни императора. Большевики отняли Россию из рук масонов. Они решились создать мобилизационный проект. У них не было цели уничтожать народ. Они это делали, может быть, так же, как это делали Дантон и Марат и Робис Пьер. Поэтому Ленин будет переосмыслен. Бросаться такими людьми, как Ленин, мы останемся настолько с одними с Ванидзе. Чем больше политические пигмеи и отмороженные русофобы с Ванидзе брыжут слюной, тем выше авторитет Сталина, пишет Алекс через СМС-портал плюс 7-925-101-107-0. Все эти Сванидзы хотят наш народ превратить в электорат. Не вышло. За это спасибо Крыму, но расслабляться нельзя. Сообщение от Александра читаю. И еще вопрос вдогонку, немножко по другой теме, но мы ее тоже упоминали. Вот Виктор спрашивает. Александр Андреевич, не считаете ли вы, что охота на шпионов в России похожа на охоту на ведьм при маккартизме в США? Ну да, я с ужасом открываю газеты и вижу, что каждый день по тысяче шпионов вылавливаются из России и их отправляют просто на Магадан. Да какая там охота за шпионами? Все шпионы России может быть сидят где-то около правительственных кругах и вытаскивают на поверхность и дают эти чудовищные утечки. Вот когда начнется охота за шпионами, тогда у нас будут летать ракеты хорошо, подать сразу в цель. Смотрите, вы вот сказали, что вот привели пример Китая, да, мобилизационный проект, вот пожалуйста, за взятку там человека казнят, да, смертная казнь высшая мера. Что бы для вас стало сигналом, сигналом того, что мобилизационный проект начинает осуществляться в России? Какие-то есть такие знаковые точки? Ну, конечно, они и есть. Ну, что бы это было? Это было бы, прежде всего, обнародование мобилизационного проекта. Потому что мобилизационный проект это целая теория, целая концепция. О нем книги написаны, есть там сотни форм мобилизационного проекта. Вот заявление этой огромной мобилизационной программы было бы симптомом. Под мобилизационный проект создается гвардия мобилизаторов, гвардия семенцев-преображенцев. Мы бы увидели, как эти люди пришли бы в правительство. Мы бы увидели, как этот либеральный правительственный слой, который тормозит и кидает нас в бездну, он будет срезан, его устранят. Не обязательно им вешать гири на ноги и кидать в проруби, как они говорят. Их надо устранить, они должны быть подавлены, выведены за пределы экономической политики. Вот это было бы мобилизационным проектом. Были бы намечены целые сериалы проектов, программ, которые в кратчайшие сроки ликвидировали эти чудовищные дыры. И, конечно, была бы объявлена новая идеология государства, идеология мобилизационного проекта, идеология Победы. Идеология Победы — это огромный метафизический, религиозный русский проект, который существует и который сегодня, когда мы празднуем 70 лет со дня Победы, должен быть опубликован. Гимн знаете наизусть российский нынешний? Да, союз нерушимый, республик свободу, сплотила навеки Великая Русь. А еще нас вырастил Сталин на верность народу. А Россия — священная наша держава. Тоже хорошие слова. Тоже хорошие слова. Россия — священная наша держава. Настали на подвиг и труд вдохновение. Слушайте, Александр Ильич, я хотел спросить, вот в Калужской области сейчас вводят обязательно исполнение гимна, чтобы школьники каждый день пели гимн. Правильно это или нет, с вашей точки зрения? Я думаю, правильно. Артамонов вправе сделать что угодно, потому что он создал потрясающую область, он создал экономическое чудо без мобилизационного проекта. Он гений. С утра холодно. Программа «Без вопросов» на русской службе новостей. Сегодня ритейлеры, ну это основные наши так называемые торговые сети, магазины выступили с инициативой разработать кодекс поведения сотрудников с покупателями. Ну вот они так отреагировали на смерть 81-летней блокадницы. В Петербурге произошла трагедия. Бабушку обвинили в том, что она три пачки масла украла. Значит, вызвали полицию, и в полиции она от сердечного приступа умерла. 81 год, пережила 900 блокадных дней. Три пачки масла. Значит, сначала говорили, что она воровка, что ее неоднократно там подозревали еще что-то, потом обнародовали кадры с камер видеонаблюдения, где видно, что она просто забыла рассчитаться, что сумка неудобно лежала, что она несколько раз пыталась отдать деньги, у нее руки тряслись с этими деньгами. Прокуратура все обвинения сняла. Говорит, бабушка ни в чем не виновата, и сейчас дело уже расследуется по убийству, по неосторожности, по факту смерти этой блокадницы. Что происходит с нами? Знаете, я бы не стал... Или с кем? Я бы не стал этот случай возводить в ранг вины абсолют. Потому что реакция общества на этот случай абсолютно моральная, абсолютно гуманная. Гуманная, прокуратура действует гуманно. Просто действительно мы здесь столкнулись с безумием продавцов или магазинов, для которых деньги, деньга, копейка выше милосердия, выше сострадания. И это бывало всегда, это бывало во все времена и в самые христианские. Но просто, повторяю, после 91-го года, вот эта копейка была возвеличена и перенесена в ранг божества. Золотой телец. Поэтому, конечно, за копейку продавщица удавится, даже если она русская, понимаете? И вот все, что это произошло, это результат того, что такое механическое поклонение этой деньге. А ведь я думаю, что, уверяя, что есть продавщицы, убежден это, и в городе, и в сельской местности, которые при виде голодного человека, который приходит к ним в магазин, берут и отрезают ему кусок колбасы или хлеба. Нет, это случай ужасный, отвратительный, но я не хотел бы этим случаем казнить и марать весь наш народ. Давайте включим телефон прямого эфира, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Звоните, и на этот же номер ваше смс-сообщение. Вопросы Александру Проханову. Также через сайт русновости.ру, и по традиции в конце программы запускаем телефонное голосование. По итогам вы в целом поддерживаете Александра Андреевича. Тогда ваш номер двести восемьдесят двенадцать тридцать два. По итогам программы вы за Проханова. Двести восемьдесят двенадцать тридцать два. Скорее вы бы с ним поспорили, вам не близка его позиция. Двести восемьдесят двенадцать тридцать три. Двести восемьдесят двенадцать тридцать три. Код четыре девять пять, голосование запустил. Ну и давайте тогда ваши вопросы. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Светослав. У меня вопрос к уважаемому Александру Андреевичу. Александр Андреевич, а что может быть вот с русским народом, россиянами нынешними, с Российской Федерациями, с правителями Российской Федерации, которые очерняют величайшее прошлое в нашей истории и его величайших людей, как Владимир Ильич Ленин, который признан главным национальным героем России, всеми, в общем-то, философами мира. К примеру, живым до сих пор Эммануилом Валер Сталином и многими другими, и Иосиф Фиссарионович Сталином. Какое будущее может быть у такого народа, который вот такие вопросы задают? Это, я считаю, будущее у такого народа нет. И у такой страны, если они так относятся к своим героям, величайшим, как Ленин и Сталин. Вот такая моя позиция. Я согласен с вами, но хочу вас поправить, что как раз народ-то наш преодолевает это чудовищное давление информационное, которое после девяносто первого года было чудовищным. По-прежнему Сталин является кумиром народа. Ну, с Лениным здесь несколько иначе обстоит дело, но необходимо объяснять народу вот ленинизм как вот такую высшую форму прогресса и такой победы над абскурантизм предшествующих веков. За этим будет будущее, я просто убежден. Этот процесс начался, он мучительный. Враги рода человеческого сильны, они по-прежнему оккупируют многие наши СМИ, в культуре они очень сильны. Поэтому идет схватка, идет схватка за государство российское, за русскую историю, схватка за Сталина, схватка за Сталинград, который бы сейчас самое время назвать Сталинградом в Дни Победы. Маритель пишет нам через сайт русновости.ру по поводу блокадницы «Это смерть», блокадница в городе блокады, символ геноцидного олигархического капитализма. Так выражается наша слушательница Марителя. Я могу с этим согласиться, да. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль, телефон прямого эфира. И напоминаю, голосование продолжается, последние минуты. Вы в целом по итогам программы за Александра Параханова двести восемьдесят двенадцать тридцать два. Вам скорее далека его точка зрения. Вы против? Тогда двести восемьдесят двенадцать тридцать три. Двести восемьдесят двенадцать тридцать три. Плюс семь девять два пять сто один сто семь и ноль. Добрый вечер, алло, Александр Ильич, наушники. Да. А, с кем-то хотел бы вопрос задать к нашему... Да, да, как вас зовут только, скажите. Алексей Москва. Алексей прошел. Вот он говорит, пятая колонна. А хотел бы понять, что он подозревает первая, вторая, третья, четвертая колонна. Спасибо. Есть такая страна, Испания. В этой стране есть столица, Мадрид. В этой столице в предвоенные годы, в тридцать девятом году, разворачивалась страшная схватка. На Мадрид фашисты, Франко, двигались четырьмя колоннами. Они шли четырьмя колоннами, открытыми. И была пятая внутри Мадрида. Так ее называл Франко. И эта пятая колонна, восстав, вонзила в спину республиканцев нож, и революция захлебнулась. Гражданская революционная Испания пала. Так вот, это аналогия того, что сейчас происходит у нас. Четыре колонны, это мы с вами. Это вы, я, мой ведущий, Сергей. А пятая колонна, это те, кто поносит родину, которые устанавливают коммуникацию между Россией и Западом. Россию хотят изолировать. Ее не изолировать хотя бы по той причине, что пятая колонна соединяет Госдеп и НАТО с Москвой и с Кремлем. Когда эту коммуникацию перережут, тогда, может быть, изолируют Россию санкциями. А пока будут давить нашу экономику, а эта коммуникация, этот жгут, эта пуповина будет связывать нашу несчастную родину вот с этим отравленным колодцем. Давайте всех называть своими именами. США враги, считает Анатолий, пишет на плюс 7, 925, 101, 107, 0. Я за Сталина, хоть методы у него жесткие были, а Ленина при этом предателем и шпионом называет Вячеслав. 27 лет так подписался. Развяжет ли США с подачи... Сейчас хочу возразить. Действительно, Сталин великий человек, прозорливец, победитель в войне. Лучшая его книга, гениальная книга, называется «Вопросы ленинизма». Он обожал Ленина. Развяжет ли с подачи США НАТО войну в Европе, и в частности на Украине, спрашивает прямо, 39-й. Думаю, что нет. Думаю, будут много неприятностей, много провокаций, будет много крови, но крупномасштабная война, а вот на сегодняшний день она невозможна. Ядерные державы, ядерное наполнение, начинка. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Потише. Юрий Дмитрий меня зовут. Да, только приемник потише сделайте ваш вопрос. О роли коммунистов в Великой Отечественной войне почему-то постоянно забывают. А помните, 6 миллионов коммунистов погибло, вызывая огонь на себя и идя в первых рядах, поднимаясь в атаку за Родину и за Сталина. Объясните, пожалуйста, этот вопрос. Что здесь объяснять-то, когда в 1991 году победил лютый антикоммунизм, и из нашей истории вычеркнули не только коммунистов, вычеркнули Шолохова, у которого, оказывается, Тихий Дон был ворованный, Роман. Вычеркнули все великое советское, космос, вычеркнули. Все, что было советским, было либо пьяное, либо дебильное, либо окровавленное. Поэтому и отрицают роль коммунистов. А что такое коммунисты? Что такое коммунистическая партия в предвоенный и военный период? Это и есть та самая мощная организация, военная, полувоенная, политическая, которая смогла реализовать мобилизацию народа. Если бы не было вот этой коммунистической структуры, то разве можно было бы перебросить на восток промышленность из-под носа у наступающих держав? Разве можно было бы создать вот эту возгонку героизма? Разве политруки ходили в атаку? Квачков, 28 гвардейцев-панфиловцев, они были там. И коммунисты во время войны, они разительно отличались от этой уже гнилой коммунистической накипи, которая продала страну в 90-е годы. Сравните Горбачева и Сталина, и вы поймете, что такое звезда и что такое крыса дохлая. Так, давайте последний звонок, коротко только. И будем подводить итоги голосования. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Сергей. Александр Андреевич, а вот вы помните вот эти слова? Что есть наша революция, как небесное восстание против жизни унужицкого корня? Ну, я выбросил некоторые слова, чтобы был смысл очевиден. И почему вот жертвы вот этого человека, вот именно Троцкого львада, приписываются Сталину? Это первый вопрос. И второй. Сергей, мы не успеем, понимаете, мы не успеем, потому что у нас полминуты остается. Да, ну, не очень я Троцкого и мало читал, но, повторяю, если бы победил Троцкий, я думаю, что мы сейчас бы говорили все слегка агрессиво. 93%, а какой, кстати, у вас обычный результат по вечерним этим эфирам? У меня примерно 130 за меня и минус 30 против. Да, ну, почти так же. 93% аудитории РСН вас поддерживают, 7% с вами не согласны. Александр Проханов. Я полечу вам. Спасибо. В программе «Без вопросов». В следующий понедельник в отпуске будет Александр Андреевич, но мы найдем возможность, перенесем этот эфир обязательно, о чем вам дополнительно сообщим. Спасибо, что пришли. Спасибо.